Валерий Седов Валерий Седов С 1 июля минимальная зарплата уже росла на 200 рублей. Теперь же в 23-м увеличится еще на 13%. Международный день борьбы с коррупцией традиционно выпадает на 9 декабря. В преддверии этого дня наша съемочная группа поговорила с руководителем первого отдела по расследованию особо важных дел Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Рязанской области Андреем Корновым. О том, в каких сферах сегодня приходится работать чаще всего, расскажем далее. 1 июля этого года рязанский предприниматель попытался дать полицейскому взятку в 50 тысяч рублей, чтобы к административной ответственности не привлекли ни его, ни его работника-мигранта. Но в итоге уголовное дело и штраф в 300 тысяч рублей. Еще раньше стало известно, что экс-президента областного фонда социальной поддержки населения Сергея Антонова осудят за коррупцию. Его обвиняют в подготовке к растрате полумиллиарда рублей. Мужчина действовал по такой схеме. Попытался убедить членов совета фонда принять решение об уменьшении размера уставного капитала санатория с 87 миллионов рублей до 10 тысяч, а затем продать 100% доли подставной фирме. Попался глава фонда на взятки в размере 3,5 миллиона рублей. В 2021 году его заключили под стражу. И это только часть общей статистики преступлений коррупционной направленности. В истекшем периоде 2022 года возбуждено около 90 уголовных дел коррупционной направленности. Это каждое пятое из возбужденных уголовных дел. Следственным комитетом на территории Рязанской области окончено 49 уголовных дел. Пять уголовных дел, наиболее сложных и вызвавших большой общественный резонанс, окончено отделом, который я возглавляю. Обычно уголовное дело о коррупции начинается с обращения граждан. Человек доверительно сообщает, кто вымогает взятку и в каком размере. В дальнейшем, кстати, ему наказание не грозит, потому что отдачу взятки контролируют правоохранительные органы. Два других пути возбуждения уголовных дел – это оперативно-розыскная деятельность ОМВД и ФСБ и выявление преступления в ходе расследования либо следственными органами, либо ФСБ. Самое сложное в таких делах – доказать виновность преступника. Преступления эти совершаются не спонтанно. Люди тщательно планируют как сам процесс совершения, так и последующее сокрытие следов его совершения. И при выявлении признаков противоправной деятельности многие убеждают себя в том, что это невозможно доказать и признак преступления тот или иной не сыграет какой-то решающей роли. Андрей Корнов добавил, что, как правило, люди эти ошибаются. Следователям удается добыть достаточное количество доказательств и наказать преступника. А максимальное наказание за такое преступление до 15 лет – лишение свободы. О ходе расследования, самых запоминающихся делах и многом другом мы поговорили с Андреем Корновым. В рамках передачи «Городские встречи». Премьера уже в ближайшее время. Валерий Седов, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Тем временем в правительстве региона утвердили дополнительные траты. Это неудивительно. По всем прогнозам, доходная часть региональной казны прибавляет и будет прибавлять. А вот на что потратят эти деньги – расскажем далее. Динамика поступлений в региональный бюджет, несмотря на санкционное давление, остается положительной. Прогноз пока радужный. В 23-м плюсом в казну упадет 1,876,000,000 рублей налоговых поступлений. Понятно, что при таких раскладах растет и затратная часть, и в первую очередь на выплаты мобилизованным. Для обеспечения единовременных денежных выплат при вручении благодарственного письма губернатора участникам специальной военной операции расходы предлагается увеличить на 78 миллионов рублей. Также на 300 миллионов рублей предлагается увеличить единовременные денежные выплаты мобилизованным гражданам в соответствии с законом Рязанской области о дополнительных мерах социальной поддержки отдельным категориям военнослужащих и членам их семей. Цифры, озвученные Мариной Наумовой, особо догадливые журналисты региональных СМИ путем нехитрого математического уравнения превратили в количество мобилизованных. Получается, что из Рязанской области на СВО отправилось больше 3,5 тысяч человек. И помимо, собственно, финансовой поддержки, бойцы на передовой получат еще и психологическую. Рязанские школьники смастерили для них более двух тысяч новогодних открыток. Регион активно подключился к акции фронтовая открытка, организованной Минобороны России. В соцсетях появился соответствующий ролик. Открытки рисовали в основном ребята из первых-вторых классов, но также из седьмых-восьмых, десятых, одиннадцатых и всех классов. Из каждого класса было по пять, по десять, по пятнадцать открыток от класса. Дети готовились, старались, приносили. У них было много времени, чтобы подготовиться. Ёлки, танки, военные снеговики. По словам ребят, они хотят поднять настроение военным и оставить частичку памяти. Все открытки доставят в Московский дом офицеров, а затем их отправят на передовую. Сегодня в Рязани наградили активистов и волонтеров некоммерческих организаций. Торжественная церемония награждения активистов и волонтеров социально ориентированных некоммерческих организаций Рязани прошла в администрации города. Некоммерческие организации Рязани социально ориентированы. Они помогают многодетным семьям, оказывают услуги на дому нуждающимся пенсионерам, зорко следят за нарушениями в сфере ЖКХ, ну и, конечно, собирают гуманитарную помощь для беженцев с территорий военного конфликта и направляют необходимые вещи в зону СВО. Лучших из них чествовали в городской администрации. Мы искренне благодарны каждому активисту. Мы глубоко уважаем труд руководителей некоммерческих организаций. Мы благодарим вас за взаимопомощь, поддержку и нашу с вами многолетнюю дружбу. Год назад Елена Сорокина обещала ответную благодарность властей для НКО выразить через госфинансирование и слово свое сдержала. По крайней мере, первые шаги в этом направлении муниципальными властями уже сделаны. В 2023 году в городской программе по развитию территориального общественного самоуправления и поддержке гражданского общества в Рязани будет предусмотрено мероприятие, включающее пусть небольшое, но системное бюджетное финансирование некоммерческих организаций города Рязани. Никакая премия не измерит ваш труд и нашу признательность вам за все, что вы делаете. Благодарственные письма от главы администрации получили представители 20 некоммерческих организаций. В ответном слове тоже звучали слова благодарности. Мы вместе говорили награжденные. Очень важно, что мы работаем в связке с губернатором и правительством и вместе с городской администрацией. Инициатив много. И с этими инициативами есть куда прийти, что они будут услышаны, что они будут правильно поняты и главное, что они будут реализованы. Я желаю вам всем в новом году успехов, дальнейших инициатив, энергии и здоровья для их реализации, нашей совместной, продуктивной и очень нужной работы. А напоследок Ирина Сорокина вручила личные книжки волонтеров активистам Рязанского городского волонтерского центра. Эти ребята сегодня просто незаменимы. С первого декабря в лесопарке работает новогодняя почта. А любой желающий может опустить письмо в настоящий почтовый ящик. Работает он в ежедневном режиме рядом с резиденцией Дина Мороза. По субботам здесь можно принять участие вместе со своим ребенком в мастер-классе по изготовлению новогодней игрушки. В письмах взрослые дети могут поделиться самым заветным и сокровенным желанием. Обещается, что новогодний волшебник, несомненно, прочтет каждое и в новогоднюю ночь исполнит все желания. Я с трепетом жду каждое ваше письмо. Ведь чем больше ваших желаний, тем ярче горят огни на новогодней еле. Мои маленькие друзья, пишите письма. Приезжайте, приходите, прибегайте к нам в лесопарк и опускайте письма в волшебный ящик новогодней почты Деда Мороза. 7 декабря – день почитания церковью святой великомученицы Екатерины. Ее иначе называют невестой Христовой, а святая помогает обрести семейное счастье. История ее жизни в нашем следующем материале. Екатерина родилась в 287 году в семье правителя египетского города Александрии. Девушка отличалась необыкновенной красотой и светлым умом. Встреча с женихами предпочитала беседу с учеными и философами. Тогда-то мать Екатерины и познакомила дочь со своим духовным отцом. После беседы старец подарил девушке икону Божьей Матери, сказав, что она-то и поможет увидеть ей необыкновенного жениха. В ту же ночь девушке приснился Христос, который надел ей на палец перстень, сказав, что избирает ее своей невестой, нетленную и вечную. Великомученица Екатерина была действительно увлечена образом Христа. Она полюбила его всем сердцем, и потому она оставила все земное. Все земные радости и прелести жизни показались ей пустыми и никчемными. И один лишь Христос привлекал ее сердце. Однажды в Александрию прибыл соправитель императора, который созвал народ на празднование в честь языческих богов. Екатерина стала спорить с ним, не стыдно ли молиться идолам. Спор продлился несколько дней, и в конце концов язычники признали свое поражение. Тогда они бросили Екатерину в темницу, где подвергали ее разного рода пыткам. Часть икон со святой великомученицей изображают ее рядом с колесом с острыми зубами. Великомученица Екатерина – это молодая девушка, которая прожила совсем мало лет. Но она настолько возлюбила Христа, что Господь прославил ее в веках и, конечно, в Своем Небесном Царстве. Дай Бог всем нам, дорогие братья и сестры, взирать на ее светлый образ, вдохновляться ее любовью к Спасителю и следовать за Христом. Святой Екатерине молятся об укреплении веры, о помощи в учении и прибавлении ума, и, главное, создании крепкой дружной семьи. Ведь, как говорят священнослужители, искренние молитвы к святой великомученице Екатерине помогут найти человека, который подходит не только по физическим и умственным параметрам, но и по душевным качествам. Это были все новости на данный момент. Еще больше информации вы сможете найти на нашем сайте город62.тв и в группе в социальных сетях. А на этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам вечера и спокойных новостей. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин